Я хочу передать слово Ольге Николаевне Выговской. Ольга Николаевна, сотрудник Центра палеоативной помощи Департамента здравоохранения города Москвы и член правления Ассоциации хосписной помощи. Ольга Николаевна, вам слово. Спасибо, Диана Владимировна. Мы сейчас поговорим с вами о стомах, о перистомальных осложнениях. Очень часто наши пациенты имеют определенные стомы, а иногда и даже несколько. И поэтому зачастую они получают, из-за того, что мы не совсем качественно за ними ухаживаем или не подбираем те специализированные средства, которые для них необходимы, мы получаем определенные осложнения. Это очень тягостно для наших пациентов. Тяжело они переносят, это тяжело для родственников. В принципе, уход за перистомальным пространством, пусть это кишечная стома, пусть это уростома, трахиостома, калвосты и так далее, гастростома, в принципе, уход у них практически одинаковый. Но мы должны понимать, что для этого необходима, прежде всего, психологическая подготовка пациента вообще к этому мероприятию и средства необходимые, которые должны у нас быть в наличии. Конечно, сама стома – это определенные испытания, психотравмирующие переживания, какая бы она ни была, это беспокойство, страх, безысходность. Иногда это стыдливость, когда это калостома, уростома, что-то со мной не совсем так. И наша задача не только с вами проводить профилактические мероприятия, чтобы это все не обострелось, ну и, конечно, психологически помочь нашему пациенту, чтобы он был адаптированный и объяснить. Ну, вот так вот выглядят идеальные стомы. Они очень для нас привлекательны. Мы знаем, что все хорошо, качество, все у нас прекрасно. Но, к сожалению, так, ну и основным аспектом этой реабилитации – это применение, вот это пунктом первым стоит, применение современных средств реабилитации. На сегодняшний момент всеми этими средствами реабилитации обеспечивает государство, и они имеются. Другое дело, что не всегда из-за недостаточного профессионализма и знания не выписывают в этой карте все необходимые средства. И поэтому здесь важно подкорректировать, скоординировать участкового врача для того, чтобы дополнительно выписывалась карта, и наши пациенты имели все те необходимые вещи, которые, значит, нужны для именно данного пациента. Еще есть такая сноска, что мы можем в течение года дважды изменять реабилитационную карту. Ну, вот такие пациенты, это реальные пациенты, которые поступают, да, понятно, что здесь никакого качества жизни ни у самого пациента, ни у родственников. И я думаю, что, наверное, ухаживать, когда за такими пациентами, медицинским работникам тоже некомфортно. О чем это говорит? Это говорит прежде всего о том, что недостаточно информированы медицинские работники, и они не могут правильно скоординировать те мероприятия, которые, чтобы они получили все средства, и обучить, или найти того человека, который должен ухаживать за этим пациентом. Ну, вот называется голь на выдумке хитра, и вот такие пациенты довольно часто у нас встречаются. Ну, для того, чтобы посмотреть, актуальный этот вопрос или не актуальный, чтобы я не была голословным, есть вот на Яндексе такой, значит, сайт, где подбор слов, где мы выбираем с вами, значит, определенные слова. Вот я написала кожное осложнение вокруг стом, и в течение месяца можно посмотреть, сколько с этими словами обращались, вот информация была от 10 марта, сколько людей за месяц обращались за этим вопросом. Посмотрите, 132 298 людей – это те, которые обратились. Это те люди, которые не получили информацию от медицинских работников, и, соответственно, они искали эту информацию сами. Дерматологические осложнения – это частые явления, они вызывают широкий спектр симптомов. Встречайся, если мы говорим о России, был доклад 24-й больницы, который профилируется в Москве, у них до 60% таких осложнений. То, что касается общемировой практики, это, в общем-то, говорит в среднем о 40%. То есть они имеют место быть. Какие перистомальные осложнения? Это и аллергические реакции, это мацерация, это инфицирование кожи, это грибковые инфекции, ну вот тут еще раз аллергические, то есть их очень много. Значит, что прежде всего? Это делает жизнь невыносимой самого пациента, то есть это страшные боли, зуд, нетерпение, и вероятность переклеивания вновь колоприемника, наклеивания его, это определенные такие испытания. И, в общем-то, я не открою Америку, скажу о том, что на моем опыте есть такие пациенты, которые просто ушли из жизни из-за того, что у них были банальные вот эти перистомальные осложнения. Было сложно постоянно жить вот с этим. Поэтому мы должны понимать. Ну и родственники, да, или те, которые ухаживающие, то есть или не получили достаточной информации, или не получили те средства, которые необходимы. И вообще как бы стома сама по себе не является каким-либо критерием остановки нормальной жизни. То есть в принципе, если мы возьмем европейскую практику, то в Европе не считается стома даже группой инвалидности. То есть это вполне может человек качественно ухаживать за собой и жить. И поэтому наши, как правило, люди ощущают ограничение жизни, в этот период. А отсюда и идет снижение качества жизни. Ну, с чего мы прежде всего смотрим, начинаем, да? Это алгоритм наш. Смотрим кожу вокруг стомы, характер изменения, внешний вид. И сами выставляем, что же за проблема, какой у нас диагноз. Какая основная тактика в этой ситуации? Это что, какие проблемы? Это прежде всего затрудняющий уход за стомой. Приклеить и отклеить такую стому очень сложно. Особенно у детей, когда это очень быстро развивается, достаточно сутки-двое, и это моментально все растекается. Конечно, здесь совершенно спокойно мы можем справиться с консервативным лечением. Но для этого нам потребуются дополнительные средства ухода, которые есть в каждой серии косметики, которые в данном регионе работают. Какая бы компания там ни была, это будет Колопласт, Конватек или еще какие-то, они все имеют полные линейки. И это мы с вами должны понимать. И, конечно, здесь не может быть алгоритма все для всех одинаково. Здесь индивидуальный для каждого человека индивидуальный подбор Колоприемника, потому что и стома может выглядеть по-другому, и кожные покровы совершенно другие, и прочие проблемы. Мы об этом разберемся. Ну, вот здесь мы видим эритема, ограниченное разлитое пространство, покраснение кожи, возникающее при различных факторах. Какие факторы? Это приклеивание и отклеивание однокомпонентного Колоприемника. И каждый раз, когда мы его отклеиваем, это мацерация, и отсюда возникает осложнение. Также это может возникать в результате того, что не объяснили пациенту, когда менять этот Колоприемник надо, какое должно быть наполнение. Как правило, они считают, что вот наполнился он полный, надо убрать. А мы должны понимать, что каждый Колоприемник рассчитан на то, что он должен наполняться не более как на одну треть, не более, потому что чем больше он набирается, тем тяжесть мешка становится значительно больше, и, соответственно, нагрузка на кожные покровы становится выше. Дальше. Вот здесь мы видим, чем же мы можем помочь в данный момент. Это жжение, это дискомфорт, это неприятные вещи. Здесь мы, в принципе, первое, что мы делаем, после того, как сняли Колоприемник и промыли обычной водой, без всяких, вот очень часто бывает, разгазывают, про хозяйственное мыло, нет, ничего не надо. Обычной водой тщательно, хорошо промыли. Дали возможность подсохнуть, поэтому Колоприемник должен меняться в то время, или это утром рано, когда пациент еще не кушал, не принимал пищу, или после пищи должно пройти как минимум три часа, для того, чтобы можно было все это как следует обработать. Дать возможность полежать после мытья, подсохнуть минут 30-40. И дальше мы используем с вами порошок, который идет в комплекте, значит, Колоприемником. Порошок называется стомагезив. Он используется для припудривания кожи, он препятствует, прежде всего, воспалению, снимает воспаление, снимает отечность, и снимает, самое главное, зуб и больно. И дальше после этого мы с вами просто наклеиваем Колоприемник. Но, смотрите, самая главная проблема, сложно отклеивать этот Колоприемник, и поэтому здесь мы с вами используем вот это вот средство, великолепное средство, Нилток, который снимает, помогает растворить клеевую основу, и совершенно безболезненно, без всякого тяжелого контакта, мы с вами можем снять. Это Нилток очень хорошо используется вообще в практике перевязочных, особенно в педиатрии. Любая клеевая пластырная повязка снимается довольно-таки сложно. И если мы этим самым средством будем при снятии какой-либо повязки, значит, пластырной, использовать его, соответственно, у нас совершенно спокойно снимется, ребенок будет спокойный, и мы не будем нарушать кожные покровы. Дальше мы говорим об очистителе вот этот вот. То есть он мало того, что растворяет, он есть в салфетках и спреях, мы еще можем и безболезненно, безболезненно аккуратно обработать вокруг кожи. Что нам еще он дает? Очень для взрослых людей, очень дискомфортно, когда есть волосяной покров, и каждый раз состригать волосяной покров, и пока там находится этот колоприемник, мы начинаем снимать его, и, естественно, каждый раз нарушаем вот этот волосяной покров, и очень болезненно. Отсюда тоже может быть воспаление. И вот как раз использование в спреи нилтак дает возможность нам не сбривать, а только состригать большие волосы, и они не будут травмироваться за счет того, что мы используем этот нилтак. Дальше мы переходим, это уже пузырек, который улопнул, визикула, это полостное образование, содержащее серозно-геморрагическую жидкость. Здесь у нас уже достаточно большое отделяемое, мы видим тут на слайдах с вами, да. Значит, конечно, тоже первое, что это промывается, раневая поверхность. Дальше опять мы используем с вами эту присыпку, и здесь уже, так как достаточно большие такие уже поражения на коже реальные есть, мы с вами используем так называемые кольца. Что это за кольца? Они, что нам помогают? Вот сейчас мы посмотрим, да, после того, как наложили кольцо, мы наклеиваем обычный колоприемник, как правило, это только двухкомпонентный для того, чтобы мы не меняли ежедневно, а меняли через 4-5 дней. И, соответственно, вы видите, после снятия через 5 дней у этого пациента мы видим совершенно здоровую, нормальную кожу. Сейчас мы поговорим об этих кольцах, они так называемые когезив, слимс. Значит, смотрите, во-первых, он снимает осложненные, когда есть, во-вторых, когда нам нужно выровнять кожу для того, чтобы, если здесь у нас есть какие-либо рубцы, неровности кожи, он поможет нам выровнять эту поверхность. Дальше мы можем, если втянутая у нас стома, и для того, чтобы выровнять и аккуратно приклеился колоприемник, мы тоже можем его подровнять. Вы видите, они существуют разных размеров, то есть ровно настолько, насколько есть там воспаление, настолько мы с вами это все скомпенсируем за счет колец. Значит, вот когда у нас уже начинается мацерация, мокнение, да, вот мы здесь видим не только колостомы, мы здесь видим и гастростому, то же самое. И тот же, в принципе, уход осуществляется в этом случае. То есть мы можем совершенно спокойно помыть вокруг, обработать, да, наложить это кольцо, оно приклеивается, это кольцо, как и на гастростому, можно вокруг уложить, только мы там не заклеиваем пластырем. И подтекание мы здесь прекращаем. Также при ура... Когда мы стоим у нас, мочевой пузырь очень часто подтекает у нас. И здесь мы тоже можем вокруг катетера обклеить, и значит, у нас совершенно спокойно не будет подтекания, пациент будет комфортен. Он совершенно спокойно хорошо будет фиксироваться. Значит, эрозия, когда уже достаточно глубокая идет, но здесь у нас нужный уход в течение, значит, в несколько этапов. Опять же, сначала мы промываем после снятия колоприемника. Здесь можно использовать акридерм, именно крем, не мазевую. Почему? Потому что после мазевой у нас будет жирность и не приклеится сам колоприемник. Поэтому это мы используем акридером крем, наносится через 15 минут. Опять же, мы обрабатываем этим порошком, стомогезивом, накладываем кольцо, чтобы было как можно меньше травматизации, и используем двухкомпонентный колоприемник. Вот, посмотрите, очень часто наши пациенты, когда их прооперируют, накладывают в том, отправляют, значит, и дальше там расправляетесь дома. Основная проблема, бывает он, вот видите, пациент бесконтрольный, ему забыли снять швы, его выписали из больницы, а дома его, в общем-то, никто понятия не имеет, что это такое. И в результате того, что в течение месяца эти швы находились наружу, вы видите, здесь разваливается все и присоединяется в проблемы. Здесь тоже, прежде всего, снимаются все швы и используется лечение точно так же, потому что рана раздвинулась, соответственно, так же, как мы по системе ТАИМ лечим хронические раны. То есть мы выбираем альгинатные повязки, любые альгинатные повязки, вы видите, плотно тампонируем, вокруг, где есть воспаление, мы опять же делаем небольшие присыпки, это с помощью, и обязательно сверху надеваем кольцо, да, вот выглядит, как надевается кольцо в этом случае. И вот мы сняли, значит, через 8 дней, вы видите, полная регенерация и прекрасно выглядит, значит, вот сама стома. И вы знаете, таких пациентов достаточно много, потому что палеотивных выписывают, а по месту жительства до конца не всегда, может быть, открывают и не обращают внимания о том, что сняты швы или не сняты. Значит, что нельзя ни в коем случае использовать, это, конечно, никакие агрессивные средства. Ну, мы с вами уже достаточно много лет изучаем и работаем по системе ТАИМ, когда лечим раневые поверхности, и поэтому вот эти средства ни в коем случае не используют, потому что вместо того, чтобы облегчить состояние, мы кожу тушируем, дубим, от этого она становится сухая, грубая, и воспалительный процесс может идти в глубину, а не снаружи. Значит, прежде всего, какие профилактические мероприятия, это организация ухода за стомой, правильное использование средств ухода и мониторинг этих больных. Основные какие особенности, это информированность пациента о способах ухода за ней, если он сам не может, это тот человек, который ухаживает, родственник или медицинский персонал или социальный работник, это тоже позволяется ему. способность к обучению использовать средства ухода за стомой, мы смотрим, он вообще может себя обслуживать и готов ли он к обучению. Психологическая адаптация пациенту, психологически готов он этим заниматься, потому что очень часто бывает у них брезгливость к собственному телу, у них бывает недоверие близкому человеку, чтобы вот это они видели, такая ложная стыдливость, и дальше образ жизни, способность самообслуживания, если пациент с когнитивными расстройствами, там в семье не все в порядке, здесь конечно нужна семейная поддержка. Насколько у него есть зрение, моторика рук или тот человек, который за ним ухаживает, он вообще может приклеить правильно и видит ли он это. И тип телосложения, наличие ожирения, тут мы должны дать рекомендации эти средства, которые необходимы. Как правильно подобрать колоприемник, здесь в принципе самое главное, мы сначала смотрим по форме, какая у нас тома, и начинается все первый момент, это послеоперационный колоприемник, вот такой он большой, и он используется в течение 7-10 дней, ровно столько, как мы только сняли швы. То есть этот колоприемник, во-первых, здесь большая клеевая основа фиксирующая, здесь есть окошко, которое нам удобно смотреть и наблюдать первое время, как реакция, когда он поел, когда появился стул, какая форма стула и так далее. В последующем эти колоприемники, конечно, очень неудобны, почему? Во-первых, потому что у них большая площадь клеевой основы, и они клеенчатые, под ними потеет пациент, они хрустят и не очень удобны, поэтому это, как правило, рассчитывается на короткий период, пока только у пациента мы снимаем швы. Дальше мы переходим на однокомпонентные колоприемники и в течение месяца мы должны использовать однокомпонентные колоприемники, должны научить нашего пациента, что одна третья, не более, потому что иногда они получают их, эти средства им привозят, но им кажется, что а вдруг до завтра не привезут, надо вот про запас иметь, и пусть они будем экономить больше. Объяснить обязательно пациенту, что этого делать не надо, что это все будет гарантировано. И в этот период в течение месяца во-первых изменяется послеоперационная сама стома, она может быть больше, она может быть меньше, она может быть чуть выше, чуть ниже, может образоваться и втянутая стома, поэтому в течение месяца мы за ней наблюдаем. Когда уже стабильно у нас стоит тета-стома, тогда мы уже выбираем стабильную программу колоприемника, которая необходима именно непосредственно этому пациенту. Первое время пациенты очень сильно боятся, боязнь, что что-то отклеится, что-то протечет, поэтому для этого есть специальные пластырные пластины, которые дают дополнительную фиксацию. Но еще раз мы должны помнить, что мы должны НИЛ, то есть то средство спреем снимать и ни в коем случае не отдирать колоприемник. Для того, чтобы выбрать правильный колоприемник, мы должны пациента посмотреть положение лёжа, положение стоя и положение сидя. В положении лёжа всё вроде прекрасно, ничего нам не мешает, но как только стояк поставили пациента или сидя пациента, мы видим вот эти складки. Как правило, сразу после операционной больные, они естественно после этой операции, эта психологическая реакция и сбой определенного режима питания, они теряют вес. Поэтому вот эти складки, это вполне естественный процесс, который соответственно может здесь повлиять на выбор стомы. Поэтому здесь в этой ситуации мы с вами должны четко понимать, как правильно выбрать. для этого мы используем только двухкомпонентные безусловно колоприемники. Это пластина и дополнительно мешок. Значит, пластины бывают полные, она полностью гидроколлоидная и облегченная часть гидроколлоид и здесь уже более легче для пациента. Значит, здесь все они имеют, как правило, фланцевые кольца. И если у пациента у нашего есть складка, это фланцевое кольцо ему будет давить. И поэтому есть еще такие пластины, которые называются состыковкой, бесфланцевые. То есть они совершенно мягкие и они будут точно также фиксироваться, как однокомпонентный колоприемник. Также есть колоприемники, которые с моделируемым устьем, это когда асимметричные, бывают сдвоенные кишканы и с помощью теплых рук раздвигается значит вот эта вот клеевая основа, не надо вырезать. Затем наклеивается и она плотно обнимает кишку и уже подтеканий гарантированно здесь не будет. Ну и когда у нас получают осложненные стомы, втянутые, здесь мы используем выпуклые так называемые конвексные пластины. Значит вот как выглядит эта пластина, которая не имеет фланца, это мягкая вот здесь она более облегченная и она просто наклеивается, то есть разницы что однокомпонентный, что двухкомпонентный значит практически нет для пациента, она достаточно гибкая, но менять эту пластину мы с вами будем 4 до 5 дней, да, все в зависимости на сколько кожные покровы у нас будут правильно выходить и в общем-то мы должны помнить насколько он будет фиксироваться. Вот вы видите втянутая стома, вы видите вот здесь вот осложненные уже осложнение пошло, потому что постоянно отдирается и приклеится, вот перевели пациентку на двухкомпонентные и здесь для того, чтобы лучше фиксировалось подкладывается пациент лежа наклеивается, расправляется эта складка, подклеивается кольцо, соответственно как мы уже проговорили припудрили, заменить значит вот этот вот порошок на другие порошки нельзя, да, ни в коем случае некоторые начинают ваниоцин, тальк и так далее, нет, это специальный порошок, который именно разработан для осложненных стомб. И таким образом мы выравниваем вот этот вот втянутость и соответственно совершенно спокойно наш пациент ходит несколько дней. Ну, есть еще и специальные конвексные пластины, которые как раз вы видите, вот она втянутая туда и она совершенно выпуклая и она хорошо фиксируется и хорошо фиксируется соответственно сама кишка. И, конечно, великолепно, когда они есть моделируемые, да, потому что пациенту там холодно, у него кишка маленько сократилась и соответственно вот это вот тоже за ним она сократится. Так называемая пластичная, вы видите, как легко она руками моделируется и как она прекрасно обнимает стому, какого бы асимметричного размера она ни была и, конечно, если у пациента нарушено зрение и шаблоны там ему каждый раз вырезать очень сложно, поэтому здесь легко мы делаем значит вот с помощью. Есть так называемые нейтрализаторы запаха, но здесь это вторая часть, самое главное это желирование стула, то есть стул становится желеобразным, это очень важно при эластомах. Что происходит? Большое количество агрессивный стул получается у нас при эластомах подтекает, раздувается и вот это попадание жидкого стула на кишку и затекание под пластину вызывает большие осложнения. А вот здесь если мы с вами сбросим этот просто саше-порошок не распаковывая прям в упаковочке в этот мешок и наклеим, у нас не будет этого раздувания и не будет подтекания. Стул будет достаточно желированный, такой густой стул и соответственно легче ухаживать за ним. Очень хорошо, когда мы первично начинаем и нет у нас никаких осложнений на коже, мы используем защитную пленку для того, чтобы она тоже служила определенной площадкой фиксирующей и в общем-то легче фиксировалась и не давала раздражения на кожные покровы. Но использовать фиксирующую пленку, если есть уже раздражение на коже, не следует. Это будет в общем-то щипать пациенту не очень комфортно. Значит, ну, есть пасты, да, которые выравниватели так называемые, мы можем использовать кольца, как я уже сказала, а можем использовать с вами эти выравниватели. Очень важно помнить, что выравниватель должен наноситься не вокруг стомы, а непосредственно на пластину, да, вот таким образом на край и тогда очень равноверно будет распределяться. Если мы наложим тут, 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 как мазевую поверхность, вот здесь она просто вытянется при приклеивании колоприемника вверх и опять же будет раздражение на самой кишке. В заключение я хочу сказать о том, что вот у нас есть приказ от 2018 года, о реабилитационных средствах, о том, что мы можем менять в течение года два этих, два раза эту программу, то есть в зависимости от того, какие возникают у пациента проблемы и мы можем рекомендовать, чтобы участковый переписывал карту и соответственно вот они утверждения сроков пользования техническими средствами, они имеют достаточное количество и очень часто бывает, что пациент все это копит, копит, пациент ушел из жизни и коробки тащат к нам. Ну и для психологической поддержки у них есть вот такой вот ассоциация стомированных пациентов, особенно это средний возраст, молодежь, где они могут общаться, где им помогут и придадут определенную помощь. Вот все, что я вам хотела в принципе рассказать, если есть вопросы, пишите, я отвечу. Соответственно, в общем-то, у меня все. Ольга Николаевна, огромное спасибо. Вы всегда так быстро, четко по существу и очень емкую информацию, потому что на самом деле Ольга Николаевна преподаватель с большим опытом, преподаватель, который работает в том числе со средним медперсоналом, ориентирован на образование среднего медперсонала, как одних из важнейших рук для службы палиативной помощи. Мы можем много говорить о различных направлениях лечения, медицинских вмешательствах для оказания палиативной помощи взрослым и детям, но без тех очень простых с одной стороны, а с другой стороны абсолютно неизвестных зачастую процедур, которыми мы должны владеть наши сестры, качественной помощи не получится, никакого качества жизни, никакого облегчения страданий не может быть, если вокруг мацерация, вокруг стомы, когда мацерация в других местах, это все больно, и что назначать, наркотики назначать, или анальгином лечить эти боли, то есть профилактика и лечение боли и других тяжелых осложнений, это и есть тот самый палиативный подход. Ольга Николаевна, спасибо вам огромное за то, что вы с нами, и за то, что вы как нас все время ориентируйте, нужно вот эту тему поднять, нужно вот эту тему поднять, мы вам очень-очень благодарны, Ольга Николаевна, спасибо. Всем успехов и берегите себя. субтитры создавал DimaTorzok